Приветствую всех участников зимнезерного конференции, а также всех зрителей, сельхозтоваропроизводителей, которые будут потом смотреть этот ролик на ютубе. Тема доклада – мозаика сортов озимой пшеницы и основные принципы формирования для различных почтноклиматических зон. Учитывая то, что группа компании «РЗАГРА» находится в трех почтноклиматических зонах, и у нас есть небольшая производственная испытательная лаборатория, мы проводим испытания сортов в разных зонах, и также есть данные производственные. Своё выступление хотелось бы начать с цитаты генетика Николая Ивановича Вавилова о том, что сорт должен доминировать над средой. Одному генотипу не под силу освоить различные почтноклиматические условия. Пшеница озимая – одна из наиболее сложных в селекции культуры. Ещё Пётр Патильмонович Лукьяненко для условий Юга Российской Федерации выделял 25 основных принципов при селекции сортов. И нужно понимать, что все эти принципы очень сложно объединить в одном сорте. И тем более при объединении этих признаков происходит снижение урожайности. На Кубани за последние 100 лет прирост урожайности фактической составляет более 40 кг с гектара. Но и при этом прирост биологической урожайности достиг уже свыше 60 кг за гектар в год. То есть за 100 лет это 6 тонн с гектара. От таких успехов добился Национальный центр зерна. Также в Национальном центре зерна на основе, на теоретической основе трудов Жученко и под руководством Беспавла Людмилы Андреевны, с 1994 года была запущена работа по исследованию сортов и их паспортизации. В этих опытах исследовались взаимодействия различных факторов и новых селекционных достижений. Здесь на верхней таблице видно, что за 23 года было паспортизировано 162 сорта зимы зерновых культур. И огромное количество было проведено опытов на делянках. Это говорит о том, что они могут утверждать с достоверностью, а мы можем доверять этим данным. Также с 2019 года в РЗАГРА была организована лаборатория производственно-испытательная. И мы также испытываем сорта по научным методикам на мелких делянках. Здесь на таблице ниже представлены наш объем работ, который мы провели под урожай 2022 года. То есть у нас было высеяно 170 сортов. И также мы проводим испытания, помимо сортовых опытов, проводим испытания по элементам технологии. При паспортизации Национальный центр озерна имени Лукьяненко проводит исследования по таким факторам, как предшественник, сроки сева, нормы высева, азотные подкормки и фунгицидные. Цифра внизу фактора говорит о количестве вариантов внутри фактора. То есть если это предшественники, это 4 предшественника, подсолнечник, зима, зерновая культура, кукуруза на зерно и высокий агрофон, это эспорцет. Ну и также 3 срока сева, 6 норм высева, азотные подкормки, это 3 нормы при 3 различных сроках применения, то есть различные фазы и также фунгицидные обработки. На основании исследований институт составляет паспорта сортов. Здесь на таблице представлена страница нашего каталога, где преобразован этот паспорт в более визуализированный вариант. То есть мы разработали шкалу по показателям. И соответственно нужно объективно оценивать, учитывать все показатели, но этого недостаточно. Нужно очень хорошо понимать, что тот сорт и те рекомендации, которые дает оригинатор, их надо использовать правильно в своих уже почно-климатических условиях. Здесь уже заключается главная работа именно самих сельхозтоваропроизводителей. Нам необходимо учитывать различные факторы, которые у нас есть и влияют на урожай. Их мы можем распределить внизу табличкой. Здесь указано, что факторы мы группируем на контролируемые, неконтролируемые и условно контролируемые. Для Ростовской области здесь представлена карта именно Ростовска, но это же касается для всех регионов. У нас в Ростовской области существует 6 агроклиматических зон, которые отличаются друг от друга своими основными показателями, такими как почвы, типы почв, содержание элементов питания внутри этих почв. И основной принцип деления на зоны – это у нас агроклиматические условия. Это температурный фактор, количество осадков выпадающих, их интенсивность, периоды. И очень-очень много таких факторов, которые у нас были исследованы и выпущены в агроклиматических условиях Ростовской области, если не ошибаюсь, под редакцией Василенко в 2002 году. Теперь мы переходим к практической части уже по составлению сортовой мозаики. Вначале нам необходимо выбрать лимитирующий фактор. Здесь в верхней части слайда представлен участок в районе 8 тысяч гектаров. Это часть нашего хозяйства ООО Донское. Здесь важно обратить внимание на то, что фиолетовым, светло-фиолетовым выделены два куска. Это культура горох. Он размещен в двух разных массивах. Также ниже мы видим, что кружочком выделено слева внизу два цвета. Это цвет фуксии, наверное. Обозначены смытые почвы и серым цветом обозначены почвы, не имеющие каких-то ограничений. Также у нас справа выделено два кружочка красного введено. Это поля с подтоплениями и также выделено одно поле, которое не имеет никаких ограничений. Смысл этого слайда в том, что несмотря на то, что горох является лучшим предшественником для озимой пшеницы, необходимо выделять почвенные разности. То есть горох по эрадированным почвам, подтопляемым почвам не будет являться лучшим предшественником для пшеницы озимой, несмотря на то, что сама культура определенно им является. Основная проблема у нас выступает не предшественник уже, а фактор почвенный. Далее нам необходимо изучать свои почвы. Здесь в верхней части представлены данные турбового обследования одного из наших полей по подсолнечку. Здесь и ниже данные по тому же полю картирование наше собственное и также определение элементов питания того же фосфора подвижного. Но мы это делаем раз в два года. Непосредственно перед определением норм внесения фосфора мы проводим отбор проб и определение содержания элементов питания сразу после предшественников. Здесь мы видим, что само поле площадью 142 гектара, это достаточно большое поле, имеет различные зоны и имеет различные характеристики. То есть на одном поле мы имеем почву без ограничений, это чернозем южный, и справа у нас почва дефлированная. Это отражается на данных NDIVI, это же мы видим по анализу почвы. Вот значение 22,5, 13,6, 12,7 это значение по содержанию фосфора. И далее в самом конце мы видим урожайность пшеницы азимой. И уровень ее коррелируется со содержанием фосфора в почве. Соответственно, здесь значение очень существенное, и это достоверные данные. Соответственно, нам надо понимать, что внесение фосфора – это обязательный элемент агротехники. И также нам необходимо учитывать, что почвы, имеющие какие-то проблемы, на них применение увеличенных доз фосфорных удобрений не будет компенсироваться в увеличении урожайности. Теперь мы возвращаемся к… Мы теперь определили, что прежде чем выбирать сорт, нам необходимо понимать наши условия, какие у нас есть, с чем мы работаем. Далее уже идет именно процесс выбора сорта. У нас есть огромный перечень сортов. Мы выбираем сначала сорта, зарегистрированные в госсорткомиссии. И далее методом исключений нам необходимо оставить тот сорт, который нам будет наиболее подходящим в наших условиях на данном конкретном поле. Итак, мы должны понимать, для чего нам нужен сорт. Мы хотим получить максимально большой урожай, невзирая на качество, либо нам нужен средний урожай с высоким качеством. Вот такие задачи мы для себя ставим. Далее, мы определили, что нам нужен сорт с наибольшей урожайностью, при этом нам обязательно нужно получить продовольственную пшеницу, гарантированно. Соответственно, у нас исключаются из перечня красным выделены те сорта, которые не подходят для наших условий. Следующим этапом идет подбор сорта, фильтрация по предшественнику. То есть, предшественник подсолнечник сам по себе не имеет ограничений, помимо того, что после него остается для сорта низкий агрофон. Далее, мы сверяем потенциал и фактическую урожайность нашей пшеницы. Для сверки потенциала урожайности мы проводим испытания и учитываем также урожайности в производстве. Здесь на слайде представлены данные по урожайности, топ-10, скажем так, тех сортов урожайности и качества, которые мы получали на своих делянках за два года. Здесь отчетливо видно, что сорт Алексеевич, сорт Темирязевка, в 2021 году лауреат, видимо, не попал, да, вот, сорт лауреат, они имеют высокую урожайность и при этом хорошее качество. Теперь здесь же в таблице представлены данные уже производственные с дополнительными данными по делянкам за год, за тот же год, который мы проводили и в среднем за два года. Для достоверности, чтобы вы понимали, да, вот 100% площади, это речь идет о массиве порядка 6500 гектаров. То есть выборка здесь огромная и нужно понимать, что сорта эти могут располагаться по различным уровням агрофона, именно по культуре подсолнечника. И здесь в таблице необходимо обратить внимание на урожайности за текущий год. Урожайности на мелкоделяночных опытах размещены в одной зоне на высоком агрофоне. То есть сопоставляя данные урожайности в опытах и урожайности в производстве, мы можем делать выводы о том, попали мы с сортом или не попали. И в каких условиях года они оказались. Соответственно, вот у нас было 4 сорта Алексея Мадари, Таня Тимирязевка. В 2021 году урожайность сорта Тани и на делянках, и на производстве, она была существенно ниже по сравнению с остальными сортами. Соответственно, мы этот сорт в следующем году заменили на лауреат. При этом среднее отклонение от средней урожайности по 2022 году уже оказалось минимальным и в производстве, и в опытах. Такие выводы мы делаем в конце. И что касается распределения сортов по группам скороспелости, наше мнение, что для Ростовской области, для юга, особенно Ростовской области, при Азовской зоне, насыщение сортов раннеспелыми не имеет. Высокая, большой перспектива, так как основную урожайность нам дают средне-спелые и средне-поздние сорта. У них потенциал и период вегетации существенно выше, и, соответственно, урожай фактически мы можем получить гораздо выше. Тарас Степанович, минуту. Да, хорошо. Мы переходим к выводу, что сортовая мозаика – это значимый фактор для повышения урожайности. И эффективность подбора сорта базируется на почтно-климатических данных и задачах сельхозпроизводителя. И в конце еще... Нет, нет... А, в конце еще хотелось бы выразить благодарность нашим селекционерам за их огромный труд для поддержания сортового маргообразия, которое может принести нам, сельхозпроизводителям, больше прибыли и меньше хлопот в производстве. У меня все. У Ирзе Агро огромная научная база. Сколько делянок у вас было в прошлом году? В прошлом году у нас было более 3,5 тысяч гектаров. 3,5 тысяч делянок именно непосредственно. А в этом году уже заложено 7,5 тысяч мы уже посеяли озимых зерновых культур в трех почтно-климатических зонах. И основная задача это в этом году получить достоверные данные по пяти предшественникам в озерноградском районе. То есть один и тот же сорт посеян в четырех повторностях по различным предшественникам на агрофонах. И где-то мы исследуем еще и агрофон. Друзья, я рекомендую всем обратить внимание, на Эрзерро действительно там научная база очень большая. Да, семеноводческая база большая и много опыта действительно можно порасскаживать. Три климатические зоны, как уже сказал Расстепанович. Спасибо.